Здравствуйте! Мы с вами находимся в Санкт-Петербурге в представительстве компании Freedom Group. И сегодняшняя наша встреча освещена очень актуальной теме косметологической. Я очень рада приветствовать тем, кто находится у нас здесь оффлайн. Покричите тем, кто находится онлайн. Их там тоже уже собирается побольше. И сегодня честь такая, мне доверено такое право начать и познакомить вас, во-первых, с тем, что наш ребренд состоялся несколько лет тому назад. И компания Vision International превратилась в Project V и составляет часть вот этого огромного международного фонда инвестиционного Freedom Group, который возглавляет Нарок Сираканян. И мы не будем сегодня говорить о достижениях именно Freedom Group, потому что время дорого. И я думаю, что все, кто собрались, они пришли именно ради нашего главного сегодня действующего лица, ради спикера, которого многие из вас уже видели и знают. Позапрошлым году и онлайн слышали ее выступление. Это человек, который имеет огромный-огромный клинический опыт, врача-дерматокосметолога. Это человек, который работал более чем с тремя сотнями марок косметических, профессиональных косметических марок. Это человек, который не только терапевтически работает как косметолог, у него прекрасные золотые руки. Это я в том плане, что уколы красоты и всякие аппаратные методы, это тоже ей подвластно. Но использует она их только тогда, когда это вот просто необходимо, потому что есть показания к определенным вещам, и есть вещи, которые можно сделать самим. Поэтому встречайте аплодисментами. Евгения Игоревна Дубовит. Всем добрый день, Ирина Анатольевна, спасибо большое за представление. Очень рада вас всех видеть здесь сегодня на нашей встрече. Тема нашей сегодняшней встречи – это не только знакомство с новой линейкой бренда Project V, которая наносит название в настоящее время LA, но также еще, помимо всего прочего, познакомиться и узнать некоторые моменты, которые нужны нам в повседневной жизни для того, чтобы правильно подобрать косметические средства, ухаживать за своей кожей тоже правильно. И помимо всего прочего, еще что мы должны делать в комплексе. Об этом мы поговорим в конце моего выступления. И я думаю, что вы со многими продуктами уже знакомы. И если будет необходимость также дополнительной информации, я думаю, что вы можете поговорить с вашими партнерами. Ирина Анатольевна и Ирина Анатольевна проделывают большую работу по поводу того, чтобы люди знали, пользовались правильно всеми БАДами, которые представляет компания Project V. И именно для пользы нашего организма, а не во вред ему. Перед тем, как мы поговорим по поводу теоретических моментов, скажу, что компания Project V это достаточно интенсивно развивающийся бренд, который занимается разработками не только косметических средств, но также биологически активных продуктов и средств для здоровья. И недаром поэтому Project V обратилась к разработчикам из Швейцарии, потому что вы знаете, что многие люксовые бренды на самом деле имеют свои корни именно из концернов, которые располагаются непосредственно в Швейцарии. Почему? Потому что здесь мы говорим о качестве продукции, о всех стандартах, которым следует нынешний рынок и с момента основания вообще косметологии. Это требования экологических сертификатов, потому что на сегодняшний день все стандарты, которые соответствуют сертификатам GMP, а также экостандартам, они обязуют производителей в настоящее время использовать не менее 70% натуральных средств, помимо всех консервантов, которые также учитываются и в данном случае уже большей частью не химического происхождения, а именно натурального происхождения. И непосредственно как раз компания Project V обращается к двум крупным концернам, которые располагаются на территории Швейцарии, это RCC-концерн и косметик-концерн. В чем принципиальная разница каждого из этих концернов? Если мы говорим о первом концерне, он достаточно молодой, был основан в 2001 году и занимается разработкой не только косметических и косметических средств большинства люксовых брендов, которые представлены сегодня не только в масс-маркете, но и на рынке косметологическом профессиональном, но также еще занимается разработкой формул для различных направлений медицины, то есть для производства медикаментозных средств. Если мы говорим о втором концерне, который также занимался и предлагал формулы для новых продуктов компании Project V, линии LA, это концерн косметик. Он основан более в раннее время, чем предыдущий, это год основания 1972. И в данном случае мы говорим не только о работе с косметическими и косметическими брендами, но также разрабатываются формулы для большинства дерматологических заболеваний и, соответственно, дерматологических препаратов. И на сегодняшний день это два крупных концерна, помимо, да, ряда еще нескольких других, которые имеют, сразу скажу, что формул, которые могут быть внедрены на 10 лет вперед. Поэтому большинство компаний, которые интенсивно развиваются, обращаются именно непосредственно к ним для того, чтобы выкупить патенты на эти формулы для своих эксклюзивных каких-то препаратов и, соответственно, средств ухода. Активные компоненты, которые использованы были в продуктах линии LA, в принципе, большинство продуктов вам знакомы из предыдущих линеек, которые мы также предлагали в концерт Project Vida. Но на сегодняшний день основными компонентами, на которых обращается внимание наших клиентов, это непосредственно изготовление продуктов на основе ледниковой воде. Помимо этого, гиалуроновая кислота, которая представлена в двух вариантах. Это низкомолекулярная и высокомолекулярная, о ней поговорим чуть позже. Это запатентованный комплекс гидролат лаванды. Тоже достаточно известное средство, которое мы встречаем в ряде других продуктов. И, собственно говоря, наша фотозона тоже представлена полями лаванды, которые обращают нас в прекрасное время года и заряжают энергией. Помимо этого, еще один комплекс, который имеет на самом деле очень широкое направление в работе, и о нем поговорим тоже при разборе косметических средств, он содержит магний, цинк, и его наше название септоник. Но прежде чем разбирать непосредственное предназначение каждого косметического средства линии L8, вот так вот выглядят все продукты, которые представлены на рынке в настоящее время. О тех моментах, да, о тех продуктах, которые планируются для производства, мы тоже расскажу. Но следует обратить внимание на теоретические моменты. И именно в данном случае мы говорим о типах старения, о механизмах старения, которые встречаются у нас сплошь и рядом, да, у каждого из нас. Мы, к сожалению, не молодеем. И в данном случае, скажу по своей практике, не всегда, не все пациенты в настоящее время, да, последние 2-3 года в связи с разными событиями перестали или ограничили себя в употреблении косметических процедур и тоже обращаются за средствами домашнего ухода. И помимо этого еще, да, мы говорим о том, что косметический уход, конечно, хорош. И грамотный уход, конечно, хорош. Но, опять же, применение биологически активных добавок тоже, да, дополняет и играет большую роль в внешнем виде, в состоянии кожи, в том, как мы себя чувствуем. И на самом деле, что самое замечательное, у вас и у ваших партнеров при этом появляется уже относительно готовый набор ухода, который вы можете предложить смело без дополнительной консультации специалиста, именно врача, о чем мы не устаем повторять с Ириной Анатольевной, потому что недаром мы столько времени проходили обучение, смотрели, да, что, где, как. И некоторые говорят, что да, мы принимаем биологически активные добавки, но почему-то не работает. Почему? Потому что все-таки требуется, да, и каждый организм индивидуален, и нам нужно знать, чего не хватает, и добавлять соответственно. Поэтому, да, призывайте ваших партнеров, если есть какие-то вопросы, именно обращаться за консультациями, посещать онлайн-мероприятия, постоянные семинары, о которых вы тоже видите в анонсах. Ирина Анатольевна приглашает и проводит огромную работу, да, по информированию партнеров в правильности применения тех или иных банок. Так вот, возвращаясь к косметическим средствам, мы должны понимать, что мы должны применять, как мы должны принимать, и какие вариации у нас возможны. В зависимости, опять же, от времени года, от состояния кожи, от тех проблем, которые встречаются у нас, соответственно, да, на коже. И на сегодняшний день существует большое количество теорий и механизмов, но основные работающие теории, это, собственно говоря, какие? Первый механизм — это фотостарение. Вызывается чем? Как вы думаете? Солнцезащитные крема, правильно, воздействием ультрафиолетового излучения, потому что малая часть, на самом деле, населения использует солнцезащитные крема, которые показаны в настоящее время практически всем, да, если не всем, поголовно. Но если при этом мы говорим о каких-то косметологических процедурах специфических, то, естественно, да, для улучшения эффекта и для его сохранения солнцезащитные средства должны быть. Второй вариант, с которым мы встречаемся также постоянно, — это хроностарение. С чем связано? Хронология событий, подсказка? Возраст, правильно, и мы можем наблюдать как раз, как меняется кожа от новорожденности, от младенцев, от маленьких детей и, соответственно, уже в пожилом возрасте. И недаром наука геронтология выходит уже на сегодняшний день, да, наравне с неотоматологией. С педиатрией средний возраст практически не учитывается в настоящее время, если можно так сказать. Потому что основные проблемы, собственно говоря, да, либо у молодого поколения совсем, либо уже у пожилых. Значит, третий вариант — это гликация, да, или еще четвертый — эндокринная. Что такое гликация и с чем это связано? Понятное дело, что продукты распада, с которыми мы встречаемся каждый день, это и выхлопные газы, и то, что оседает, соответственно, да, на нашу кожу, она отражается на ее состоянии. Недаром возникает тусклый цвет, воспаленные сосуды, краснота на коже, какие-то высыпания, да. А еще если пациенты неправильно используют декоративную косметику, и, может быть, вы замечали, что молодые пациенты, которым на 20-25 лет, выглядят достаточно взрослые, и даже можно сказать, что некоторым можно дать и лет 40-45. Почему? Потому что неправильно подобранная косметика, особенно декоративная, она старит кожу, опять же, за счет всех веществ, которые там находятся, да, и недаром даже уже декоративная косметика тоже должна получать эко-сертификаты и производиться по эко-стандартам. И четвертый механизм, который приводит к старению, это эндокринный. Да, у нас у всех есть проблемы с гормонами в том или ином варианте, с которыми мы встречаемся в нашей жизни. У женщин это происходит практически, да, постоянно. У мужчин возникает, но реже, и недаром, да, все гормональные изменения, которые начинают встречаться и у мужчин, и у женщин, это возраст где-то 40-45+, если нет каких-то хронических заболеваний. И поэтому, опять же, существуют разные варианты комплексов, и вы наверняка тоже в программах применения биологически активных добавок, компании Project V, тоже наблюдали, что есть определенные тенденции по возрастной категории, когда необходимо менять или добавлять какие-то элементы, да, в зависимости от имеющихся заболеваний, либо, да, поддержания организма и тонуса в целом. И, соответственно, в данном случае, когда мы разбираем все вот эти вот основные четыре механизма, то встречаемся с типами старения. И типы старения в данном случае тоже, да, принято выделять в количестве четырех. Первый – это мимический, обычно, да, связанный в основном с хроностарением, появление небольших мимических морщин, которые связаны именно с нашими определенными мимическими движениями, потому что кто-то улыбается по-разному, кто-то говорит определенным образом, кто-то мало ест, да, соответственно, другие мышцы абсолютно работают. Например, у преподавателей, актеров абсолютно другие даже, да, заломы и мимические морщины. И когда у меня вот спрашивают, как вы применяете ли там ботулотоксины, инъекции, да, смело отвечаю, что, в принципе, мне хватает всех процедур где-то месяца на три, потому что пока проведешь раз в месяц интенсивные курсы со студентами, показывая все мимические мышцы на своем лице и как они работают, естественно, вообще действия препаратов всех сводится на нет. Поэтому у каждого, да, все индивидуально, и это тоже следует учитывать. Другой тип мелкоморщинистый, это характерен для пациентов именно с тонкой кожей, чувствительной кожей, у кого есть проблемы именно с сосудами, с мелкими. У кого-то сосудистые патологии отражаются именно на венах нижних конечностей, да, варикоз, тоже знаем такую проблему, встречающийся на нижних конечностях, в основном у женщин, да, есть такое заболевание, как купероз или розация. Это тоже явление, которое встречает, характерно для воспаленных сосудов, но встречается где? На лице, да. И в данном случае правильный уход пациентам тоже нужно объяснять, как и что делать. И в данном случае, опять же, если мы применяем продукты именно с экостандартами, в которых до 70% корня находится именно в средствах натуральных, то если неправильно подготовленная кожа, неправильный уход изначально, то мы получим обратный эффект в виде раздражения, покраснения, зуда, и ваши партнеры, которые будут рады, что они приобрели такую замечательную линейку препаратов, они скажут, что же вы предлагаете, да, Швейцария, но есть какие-то определенные проблемы. Поэтому очень правильно и очень важно подготовить всех, кто будет приобретать данную линейку косметических средств и правильно объяснять. Об этом я тоже поговорю и мы это разберем. Деформационный тип, который в основном встречается где-то в 60% случаев у наших пациентов, характерна, опять же, тряблость кожи, появление подкожных отложений жировых, которые перемещаются по всему лицу, и поздний тип старения – это смешанный вариант, деформационно-мимический. Деформационно-мимический.